Жена принца Нигерии Кунля Амилана, ролевая модель для миллионов африканских женщин, хоть сама она и родилась в США. Бывшая модель и актриса, а еще действующая бизнес-вумен владеет компанией Wonderful Media, в которую входят ресурсы в сфере телевидения, интернета, бьюти и фэшн индустрии. Кроме того, Киша запустила инициативу A Crown of Girls, которая проводит для африканских девушек консультации и семинары по уходу за непослушными вьющимися волосами. Звание бывшей Pantene Girl дает о себе знать. Будущего мужа уроженка Калифорнии Киша встретила 16 лет назад в Нью-Йорке. Она спешила на кастинг, когда приятный незнакомец увидел ее у отеля и подошел попросить номер телефона. С первой попытки ему это не удалось. Однако вернувшись с кастинга, девушка вновь столкнулась с мужчиной, и тогда ее оборона пала. Первые два года отношений Киша не знала о том, что ее избранник принц. Он предпочитал не рассказывать ей о своем происхождении. Все изменилось, когда девушка наконец познакомилась с его семьей, и мать Кунли ввела ее в курс дела, заодно сообщив, что в Нигерии с того момента, как мужчина знакомит возлюбленную с родными, они считаются помолвленными. После свадьбы принцесса Киша предпочла сохранить финансовую независимость. По ее словам, ей гораздо приятнее получать чеки, если на них написано ее имя, а не имя мужа. Все предполагали, что после свадьбы я больше не захочу работать. Когда я приходила на съемки, люди думали что-то вроде, что ты здесь делаешь. Почему ты не на французской ривьере с Кейт Миддлтон? Киша и Кунли живут в Лондоне и воспитывают двоих детей, 13-летнего принца Ади Дирана, или просто Дирана, и шестилетнюю принцессу Ади Диору, Диор. Малышка Диор уже пошла по стопам мамы, заключила контракт с детским модельным агентством и активно снимается для журналов. Старшая из 35 детей короля Эсватини, бывшего с Вазилэнда, Мсвати III, настоящая бунтарка. Принцесса Сихониза Бламини окончила колледж святого Эдмунда в Великобритании, а затем отправилась изучать драматическое искусство в Калифорнию. Позже она к тому же получила степень магистра цифровых коммуникаций в Синдейском университете. Все бы ничего, но обучаясь вдали от родины, девушка игнорировала все национальные традиции, носила запрещенные женщинам в Асватини мини и джинсы, не соблюдала обет целомудрия, отчаянно тусовалась и ни в чем себе не отказывала. Кроме того, принцесса Сихониза публично критиковала многоженство, официально разрешенное у нее на родине, у ее отца, например, 15 жен, за что была лишена права общаться с прессой. На свое 17-летие в 2005 году девушка закатила во дворце шумную вечеринку с подругами, за что поплатилась, за распитие алкоголя и громкую музыку принцессу и ее гостей наказали ударами-палками, вполне официальная мера наказания в стране. Африканским принцессам, в отличие от британских герцогинь, можно вести соцсети, но в 2007 году Сихониза Бламини лишилась своей страницы в твиттере за то, что три часа публично переписывалась запрещенной в стране организацией Объединенное народное демократическое движение. Впрочем, отец все равно активно поддерживает начинание старшей наследницы, принцесса создала фонд Имбали, который занимается вопросами образования, здравоохранения и духовности местной коммуны. Кроме того, Сихониза Бламини проводит конкурсы Мисс Туризм с Вазиленда и Мисс Глухая Африка, просвещает население о способах борьбы со СПИДом, занимает пост в Совете директоров национального мобильного оператора МНЭ, а также является министром информационных технологий и связи. И это еще не все, принцесса успевает записывать рэп-альбомы под псевдонимом Паша. Очень разносторонне развитая девушка. А в марте 2020 года незамужняя принцесса Сихониза объявила о беременности и устроила бэйби-шауа в честь будущего ребенка, за что в очередной раз попала под шквал критики, ведь в Исфатине на государственном уровне пропагандируется девственность до вступления в брак. Элизабет, принцесса королевства Тора, расположенного на территории Уганды, родилась в 1936 году. Всю жизнь она разрушала стереотипы об африканских женщинах. После окончания школы на родине, Элизабет отправили в английскую школу для девочек Шерборн, где она была единственной чернокожей ученицей. Позже принцесса признавалась, что чувствовала огромное давление, потому что, по ее мнению, любые ее неудачи бросили бы тень на всю расу. Уже через год она стала третьей чернокожей девушкой, когда-либо зачисленной в Кембридж, а в 1965 году – первой африканкой, принятой в Британскую коллегию адвокатов. После учебы Элизабет вернулась на родину, где стала самой влиятельной женщиной, но вместе с тем практически заложницей режима. Большую роль в судьбе Элизабет сыграли две яркие и влиятельные женщины – принцесса Маргарет и Жаклин Кеннеди. Сестра британской королевы пригласила африканскую принцессу принять участие в благотворительном модном показе, который изменил жизнь Элизабет, ее выход на подиум произвел фурор. И после этого она стала успешной моделью. Что касается жены президента США, то миссис Кеннеди убедила принцессу переехать в Нью-Йорк, который открывал ей новые карьерные перспективы. После смены политического лидера в Уганде в начале 70-х Элизабет вернулась на родину и некоторое время занимала должность министра иностранных дел. Затем она снова бежала из страны, сначала в Кёнию, затем в Австрию, а после в Великобританию. А потом вновь вернулась в Уганду, чтобы помочь в организации первых национальных выборов. Однако победу опять одержал сторонник жестких мер Милтона Ботти. Элизабет и ее возлюбленный, принц Уилберфорс Ниябанга, в 1980 году бежали в Лондон, где сыграли свадьбу. В 1985 году, когда Ботти был свергнут, Элизабет стала послом Уганды в США. После были должности посла в Германии и Ватикане, а также пост комиссара Уганды в Нигерии. Впрочем, после гибели мужа в авиакатастрофе в 1986 году, Элизабет стала все меньше внимания уделять госслужбе и все больше – благотворительности. Старшая дочь короля Лесоты Леция Айяя и его жены королевы Масенате Махата Сейза родилась 7 октября 2000 года. По законам страны престол может занять только наследник мужского пола, поэтому править сената не будет. Хотя в Лесоту довольно активно поддерживают внесение поправок, позволяющих и принцессам претендовать на место в очереди престола наследия. Как и положено представительнице монаршей семьи, девушка активно занимается благотворительностью, главным образом защитой прав детей. Принцесса сената патронирует коалицию по правам ребенка, которая стремится к принятию конвенции, устанавливающей гражданские, политические, экономические, социальные, медицинские и культурные права детей. 20-летняя принцесса ведет Инстаграм, и ее страница практически не отличается от аккаунтов сверстников. Путешествия, модные образы, фото с выпускного вечера, поздравления подруг и родственников. Лишь небольшое отличие, периодически на голове сената мелькает тиара с бриллиантами, а посты с друзьями чередуются с фотографиями его высочества Летсия Ай-Яй-Яй и королевы Масинате. Хотя принцесса Анжела родилась не в Африке, а в Панаме, без нее этот список был бы неполным, ведь именно она стала первой женщиной африканского происхождения, которая вошла в правящую европейскую династию. До встречи с будущим мужем, принцем Лихтенштейна Максимилианом, Анжела Браун была вполне успешным дизайнером. Она окончила знаменитую Нью-Йоркскую школу Парсонс и даже получила премию Оскара де Лоренте за выдающийся талант. Несколько лет Анжела работала стилистом, а затем открыла собственный бренд Эй. Браун. С принцем Максимилианом Анжела познакомились на вечеринке в 1997 году, а через два года княжество Лихтенштейн официально объявило о помолвке второго сына князя Ханса Адама Аяи и мисс Браун. Несмотря на то, что девушка получила полное безоговорочное одобрение семьи жениха, общественность эта новость сначала шокировала, и тем, что до этого в консервативной княжеской семье не было выходцев из африканских стран, и тем, что Анжела была на 11 лет старше избранника. Но все это не помешало их счастливой семейной жизни. Свадьбу сыграли в Нью-Йорке 29 января 2000 года. И говорят, именно под венечным платьем Анжела 18 лет спустя вдохновлялась Меган Маркл, готовясь уже к своей свадьбе с принцем. В 2001 году у Максимилиана и Анжелы родился сын Альфонса. Все эти годы семья ведет довольно уединенный образ жизни, но периодически все же появляется на официальных мероприятиях княжества.